Всем привет! Меня зовут Вахитов Артур. Сегодня мы поговорим о том, с чего стоит начинать цветочный бизнес, с каких действий. Это очень важно. Первое, что бы я хотел сказать, что в любом бизнесе есть свой рынок. Рынок спроса, рынок сбыта. И существуют уже на каждом рынке игроки, то есть ваши конкуренты. И, конечно же, как и любой другой бизнес, цветочный бизнес, нужно начинать с анализа конкурентов, с анализа спроса. Это очень, в принципе, просто, но трудозатратно по времени. Я бы вам не советовал лениться, я бы советовал потратить время, потому что это повлияет на успех вашего бизнеса вообще. Первое, значит, что нужно сделать, зайти на Дублькис, ваш город онлайн. Я выбрал, к примеру, Москва. Сайт называется 2gis.ru. Если вам интересно, ссылку я укажу, значит, под видео. Значит, тут мы вбиваем слово цветы, и нам выдает, вот в данный момент, 2000 организаций. Ну, понятное дело, тут разные организации, есть оптовые продажи цветов, есть там тот же самый ландшафтный дизайн, есть свадебный флористик, есть фитодизайн, есть розничная продажа цветов. Смотря чем вы хотите заниматься, да. Но, если, к примеру, давайте мы возьмем, сегодня будем говорить о розничном бизнесе цветов, то, значит, мы смотрим, тут вот очень удобно по карте, значит, видны все точки, да, кто где находится. И мы смотрим, как минимум я бы советовала рассмотреть 500 конкурентов по вашей нише. 500, ну, если в вашем городе, да, есть, то есть, ну, в данное время в Москве много, есть города поменьше, там, естественно, ну, намного меньше, вот. Но, желательно в среднем 300-500 компаний не лениться, значит, проанализировать конкретно, что нужно анализировать. Первое, нужно посмотреть ихний сайт. Второе, нужно им позвонить и желательно записать этот разговор. Для чего записывается разговор? Объясняю. Для того, чтобы понять слабые места компании. Для того, чтобы понять, какое у вас может быть конкурентное преимущество. Потому что многие открываются и занимаются просто демпингом цен. Что это такое? Это просто занижение цены на товар. То есть, многие открываются и думают, что сейчас они будут продавать цветы, там, по очень дешевой цене. И таким образом они завоевают клиентскую базу или переманят ее. И потом, когда у них будет клиентская база, они поднимут цену и вот они начнут зарабатывать. Но это самообман, и рушится он, как картонный домик. На самом деле ничего такого не будет. И демпингом цен заниматься я бы не советовал. Потому что ваш бизнес просто разгорится. Для того, чтобы ваш бизнес был успешен, нужно конкретное, конкурентное преимущество. Чем вы лучше других. Для того, чтобы понять, чем вы лучше других, нужно понять вообще, что другие предлагают. Нужно это послушать, нужно сходить посмотреть. Итак, повторяю. Первое, анализируем сайт. Второе, звоним, значит им. И желательно разговор записываем. Для того, чтобы записать разговор, есть просто, значит, сервисы IP-телефония. Ну, к примеру, давайте я вам покажу, чтобы уже было, значит, точно все, да. Ну, вот самый-самый дешевый сервис, который я, в принципе, использую тоже. Там иногда не всегда высокое качество связи, но для первого времени вам пойдет. Это связь задарма.ру или задарма.ком, неважно, да. Значит, это интернет-телефония, который вам позволит звонить с компьютера или там с айфона или с андроида. И весь разговор ваш будет записан. И для чего записать вообще разговор? Есть так называемые скрипты продаж. Что вообще такое скрипты продаж, да? Значит, когда клиент звонит, он же не всегда готов купить его. Для того, чтобы он купил, нужно его закрыть на продажу. Для этого есть конкретные скрипты. Это речевые модули, это конкретная фраза или конкретное предложение. И есть, значит, определенная схема, когда и что конкретно нужно говорить. Для того, чтобы разработать скрипты до того, как вы еще начали работать, для того, чтобы обеспечить успех вашего бизнеса буквально сразу, да, значит, очень важный шаг будет вот именно составление этих скриптов с помощью анализа конкурентов. И эти скрипты, они, значит, записываются, первое, телефонным звонком и второе, вашим личным посещением. Итак, еще раз, что нужно сделать? Нужно посмотреть сайт. Нужно обязательно прозвонить этих всех конкурентов, не жалеть ни времени, ни денег на связь. Это будет влиять на успех, еще раз повторяюсь, вашего бизнеса. И нужно сходить обязательно посмотреть их на салон. Как они продают, где у них стоит холодильник, какой у них стоит холодильник, какой у них ассортимент товара. Если цветы свежие, значит, это говорит о том, что, если их много, да, это говорит о том, что у данной точки хороший спрос, цветы не успевают испортиться. Если цветы, значит, немножко подвязшие или маленький выбор, ну, что значит маленький выбор и вообще большой выбор, объясняю. Минимум должно быть 20, значит, цветов ассортимента, это срезка. Если это магазин, то это плюс еще горшичные растения, да, плюс это семена, может, какие-то земля, это плюс какие-то доптовары, это мягкие игрушки, там, свечи, открытки. Но в первую очередь концентрируйте внимание на скоропортящиеся цветы. Это цветы свежей срезки. В основном в 95% это розы. Розы должны быть минимум 20 вариантов, 20 сортов, то есть по красным, там, белым, или по сортам, там, Freedom, Mondial, там. То есть нужно смотреть. И если ассортимент большой и они свежие, значит, у этой точки дела идут хорошо. И в этом случае я бы советовал обратить свое внимание конкретно на эту точку, посмотреть, научиться у нее чему-то, что значит, чем конкретно они завоевывают клиентов. И также я бы советовал найти, хоть эта компания и сильная, да, у каждой компании есть слабые места. Я бы советовал, значит, посмотреть на слабые места всех, в принципе, конкурентов, да, и подумать о том, что конкретно вы могли бы в этих слабых местах исправить, чем конкретно вы можете выделиться вот в этих именно слабых местах, да. И таким образом вам нужно будет разработать свое конкурентное преимущество. Еще раз повторюсь, не ждите, что вы просто откроете точный магазин на проходимой точке, и у вас там будет все все покупать. Да, конечно, первую покупку, возможно, и будет делать, если будет очень хороший трафик. Вы, конечно, будете платить огромные деньги за аренду, но это будет одноразовая продажа. То есть одноразовая продажа в бизнесе – это не очень хорошо. Сейчас весь бизнес концентрируется на повторных продажах. Для того, чтобы делать повторные продажи, для того, чтобы делать постоянные продажи, для того, чтобы были постоянные клиенты, которые будут не просто покупать одежды, которые будут заходить нечаянно к вам один раз из-за того, что у вас хорошая проходимость, и будут возвращаться вновь и вновь, у вас должно быть хорошее конкурентное преимущество. Чего раз повторяйте, это делается только анализом конкурентов. Берем дубльгиз, обзваниваем, смотрим сайты и идем в салон. Также, помимо того, что мы заходим в салон и смотрим, значит, как у них все внутри, как у них работают сотрудники, как они встречают клиентов, как они общаются с клиентами, как они рассчитываются, как быстро они обслуживают клиентов, сколько максимум они могут обслужить клиентов, какой у них ассортимент, какой холодильник, свежие цветы или нет, какие у них цены, есть ли у них карты постоянных клиентов. Ну, много, значит, моментов, на все стоит обращать внимание. Но также я бы вам советовал, значит, выбрать хотя бы минимум где-то 100 салонов различных и замерить, значит, спрос. Спрос – это очень важно. Нужно замерять как оффлайн, то есть вживую, так и онлайн, это в интернете. Объясняю, значит, в оффлайн, как это делается. Выбираем примерно 100 салонов, вот по карте можно прямо выбрать их рядом с друг дружкой, да. Но я бы вам советовал выбирать там, в том, точнее, районе, где вы хотите сами открыться. И, значит, мы будем стоять возле магазина, если у вас есть машина, то есть есть машина рядом с магазином, и считать на протяжении одного часа, еще раз повторяюсь, минимум одного часа, сколько будет покупателей. Вот, но я бы, конечно, советовал вам минимум считать не час, а 5 часов. Но сомневаюсь, что кто-то из вас это будет делать, многие просто ленятся, потому что 100 салонов, там по 5 часов, сколько это нужно времени вообще, да. Вот, но чем больше, значит, вы выделите на это время, тем будет лучше. И таким образом вы поймете вообще спрос в данном, значит, рынке, в данном сегменте. Также следующий момент, значит, что еще очень есть полезного. Значит, смотрите, если много салонов в одном месте, к примеру, вот смотрим, да, на любой район возьмем, ну, вот давайте увеличим, смотрим, вот на Тверской, да, ну, или где-то вот тут вот трехпрудный 5 салон, рядом, рядышком, восточная лавка, рядом магазин цветов, ну, то есть смотрим, да, салон на салоне почти. Значит, смотрите, когда вы открываете салон, если рядом уже есть салоны, это очень хорошо. Объясняю почему. Почему? Потому что там уже прикормлено, то есть люди знают, что конкретно вот в этом месте уже находится там порядка раз, два, три, да, и тут уже прикормлено, люди знают, что в случае чего покупка цветов, это, значит, иногда пульсивные зачастую покупки, да, и они знают, куда нужно идти. Если вы откроете тут четвертый салон, и у вас будет хорошее конкурентное преимущество, то вы займете спокойно свою долю рынка. Теперь, следующий момент, как анализировать, значит, онлайн спрос. Есть такой сервис, называется Wordstat, Яндекс.Вордстат, ссылку на него я тоже укажу в описании. Тут мы выбираем регион, я выбрал Москву уже, да, и набираем купить цветы. Вот я набрал купить цветы, и, значит, спроса за последние 30 дней в месяц, да, сколько людей ищут. И в месяц ищут в Москве купить цветы 62 700 человек, да, купить цветок 37 тысяч там с лишним, купить цветы в Москве 9 443 человек. Понимаете, есть цветочный бизнес как онлайн, это интернет-магазин, также есть офлайн. Я бы вам не советовал начинать цветочный бизнес, конечно, онлайн, и не советовал бы начинать офлайн. Я бы советовал начинать одновременно как офлайн, так и онлайн. Это самый лучший вариант. Если вы хотите прямо успех-успех в своем бизнесе, если вы хотите хорошее продвижение, если вы хотите хороший спрос, то нужно начинать одновременно бизнес как офлайн, так и онлайн. Это очень важно. Для того, чтобы, значит, проанализировать онлайн, еще раз напоминаю, сервис wordstat yandex.ru. Для того, чтобы посмотреть сайты, мы просто берем, значит, Яндекс, набираем в Яндексе «Купить цветы в Москве». Первые три сайта выходят, они по рекламе. Видите, написано «реклама», «реклама», «реклама». Они нас не интересуют, потому что они тут находятся, потому что они заплатили. Тут может находиться любой сайт, который просто готов заплатить Яндексу за размещение. Поэтому вот эти верхние три и вот нижние вот эти вот три, даже сколько? Четыре даже. Они нас не интересуют. Также нас не интересуют иногда вот тут бывает сбоку. Они нас не интересуют. Нас интересует четвертый сайт сверху, где не написано «реклама». То есть они находятся буквально на первом месте после рекламы. Или четвертый вообще, значит, сверху, если считается реклама, да. Находятся тут, они абсолютно бесплатные. Находятся они на первой странице. Почему они находятся тут? Значит, у них хороший сайт, значит, у них хороший текст. Значит, у них есть спрос, значит, у них хорошее SEO. И нужно посмотреть вот эти сайты, чем конкретно они отличаются, какие у них конкретные преимущества, что, значит, заставляет вообще Яндекс показывать их на первом месте. Я бы вам советовал анализировать, ну, минимум первые три страницы, значит, полностью посмотреть эти сайты и взять, в принципе, какие-то, ну, примеры, да, значит, проанализировать, почему они находятся конкретно на первом месте. Так, ну, значит, поговорили про оффлайн, поговорили про онлайн, поговорили про конкурентные преимущества. Значит, после того, как вы оцените в дубльгисе конкурентов, после того, как вы прозвоните, запишите разговоры, сделаете скрипты, после того, как вы сходите в эти салоны, посмотрите, как они обслуживают клиентов, как они общаются с клиентами, после этого вам нужно будет, после выбора места также, да, вам нужно будет открывать ИП или ООО. Ну, я бы советовал, конечно, открывать ИП, потому что до оборота 60 миллионов рублей открывать ООО нет смысла. Также ИП дает преимущество, что потом можно будет работать по патенту, то есть по налоговой, по патенту. Что это значит? То есть вначале, смотрите, для того, чтобы, значит, вы открываете ИП, для того, чтобы выбрать вообще налоговую форму, я бы вам советовал в первую очередь, конечно, выбрать упрощенку. Именно доходы минус расходы 15%. Есть упрощенка 6%, есть 15%. 6% это с оборота, то есть неважно, есть у вас прибыль, нет у вас прибыль, вы платите с оборота 6%. На начальном этапе поэтому нам не выгодно, потому что у нас нет дохода, платить 6% с оборота нам не выгодно вообще. Поэтому мы берем упрощенку, доходы минус расходы 15%, то есть когда есть доходы, 15% с минус расходов мы платим. Мы можем, конечно, первое время вообще не показать доходы, и тогда вообще ничего платить не будем. Сдаем налевую отчетность, налевую баланс. Или указывая с доходов какие-то расходы, которые тратили на начальное вложение в магазин. И потом, когда уже вы выйдете на стабильную прибыль, то у ИП, повторяюсь, есть такое конкурентное преимущество, вы сможете взять, значит, патентную форму налога. Патент считается по специальной формуле, но, значит, примерно он что-то стоит где-то 100-150 тысяч рублей в год. И все, то есть, и вы от налогов полностью свободны, все остальные денежки абсолютно ваши. Поэтому, еще раз повторяюсь, на первом этапе вам пригодится ИП. Для того, чтобы узнать, как открыть ИП абсолютно бесплатно или ООО, подписывайтесь на мой канал Вахид Фортур Роуз. У меня есть тут, значит, статья полезная. И тут есть видео о бесплатной регистрации ООО или ИП и как вести бухгалтерию. Всем пока. Спасибо за внимание. Смотрите следующее видео о том, как начать цветочный бизнес абсолютно с нуля, если у вас нет денег, как продвигаться в соцсетях. Спасибо за внимание. Напоминаю, с вами был Вахид Фортур. Пока.